Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нас таких осталось уже в бригаде На пальцах можно пересчесть Это Сальков, Федорович, Сан Саныч Те, что еще с Луганской В боях на Дебальцеве вы участвовали? Нет, я участвовал в Лисичанске, Новоборовице, Довжанка, Славянск проходил Везде, да И вот ощущения ваши после боя? Ну какое ощущение? Может быть после боя Мандраж может быть? Нет, первые минуты боя, не боится только дурак, можно сказать Первые минуты боя всем страшно, а потом привыкаешь, свыкаешься Можно ли свыкнуться с смертью детей и женщин? Никогда Сколько я буду жить, я этого никогда не прощу Ни смерти детей, ни стариков, ни матерей, ни наших родителей Родители, родители это дедушек, бабушек Которые страдают и по сей день Это уже с памяти ничем не стереть Как говорится Это очень большая потеря, как для нашей Новороссии и для всех Мы будем всегда их помнить Злости или ненависти есть к солдатам? У меня злости к ним нет, мне просто их жаль Жаль их за то, что их посылают как Как вам объяснить? Как мясо Они сами, многие не хотят идти сюда Они сами против этой войны просто их пугают, запугают семьями, тюрьмами И они уже волей не по воле сами идут У них просто нет выбора У нас выбор есть, потому что мы за свою землю Мы на ней выросли, мы на ней живем И мы будем за нее бороться до последнего Против фашизма, нацизма, то, что сейчас происходит на Украине Освободим ли мы в нашей земле остатки, которые находятся под оккупацией? В этом никто не сомневается Мы просто идею Алексея Борисовича Мозгового, мы с ним это начинали И его просто сейчас в эти минуты с нами нету, как говорится, Царство Небесное Но идея всегда его в наших сердцах И мы никогда от этого не отступим Что Алексей Борисович задумывал Мы его доведем до конца Вплоть ценой своей жизни Скажите, пожалуйста, праздник 7 ноября, что для вас значит? Для меня он значит, этот праздник Как вам объяснить? Как 9 мая взять? Как 17 число, год революции И с седьмой, то же самое Это борьба наших трудящихся против олигархов и так далее и тому подобное Вот для этого для меня такое значение С каким чувством? Я сюда с гордостью пришел Я горжусь, что я живу в Новороссии И горжусь своими предками, дедами и прадедами Которые в те времена, как и мы, отстаивали И я думаю, мы их не опозорим и не подведем никогда Дорогие друзья, бойцы бригады, местные жители От лица командования бригады От лица всех друзей Наших друзей в России и в Новороссии Поздравляем вас с нашим народным праздником 7 ноября Праздником народа и для народа Заверяем вас, что Мы не сможем оружие Мы не остановимся Пока вся территория Новороссии не будет освобождена От власти пронацистской хунты Мы сделаем все возможное и невозможное Для того, чтобы здесь, в Новороссии Было государство, которым будет править народ А не олигархи Мы сделаем все, чтобы у детей Которые рождались Вчера, сегодня и будут рождаться завтра Было бы такое же светлое детство Которое было у нас в Советском Союзе Как бы нас ни обвиняли, ни пытались обвинять Бригада призрак Это те люди Не без разницы, коммунисты, некоммунисты Монархисты или еще кто У нас есть место всем Вообще всем Кроме фашистских И мы с одинаковым уважением Относимся К любым идеям и идеям Если только они направлены По пользу народу Если они направлены На исчезную Бескомпромиссную борьбу С той количественной чумой Которая Начала вновь В наших рядах есть И монархисты, и староверы И анархисты И никто не скажет Что кто-то кого-то ущемел Огромная благодарность Гарнизону поселка Донецкий За организацию проведения Этого парада В то же время Люди добрые Знаете Мы воюем здесь за вас За нашу землю За наш народ Погиб уже не один десяток Ребят из бригады призрак Давайте поменем их минутой молчания Комбрига бригады призрак Алексея Борисовича Мозгового Который создал эту бригаду Выписывал ее с нуля И мы жизни положим Для того, чтобы она дальше была И для того, чтобы над вами было мирное небо Объявляю минутой молчания В честь погибших бойцов бригады призрак Люди, которые бы не смотрели На знаменитый фильм Офицеры И там, когда эпизод На станции Когда эшелоны с ранеными немцы начинают бомбить Выходит человек и говорит Коммунисты вперед Коммунисты за мной И они организовали оборону Отбили эту танковую атаку Спасли жизни людей Вот я думаю, наши коммунисты Мы гордимся тем, что именно В нашей бригаде Единственный в Новороссии Добровольческий коммунистический отряд И мы гордимся тем, что наши коммунисты настоящие Это те люди, которые Поведут за собой в бой Защитят мирных жителей Еще раз поздравляю Добровольческий коммунистический отряд С годовщиной славы С первой годовщины Я тоже помню, когда они приехали 12 человек И ПМ отдали мы трофейный Первое вооружение Равнение на Середину Отдельные механизированные бригады Призрак Для парада Вознаменование 98-й годовщины Великой Октябрьской Саталитической революции И первой годовщины Добровольческого коммунистического отряда Построен Командующий парадом Старший лейтенант Росомак Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 98-й годовщиной Великой Октябрьской Саталитической революции Великой Октябрьской 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 Продолжение следует... ...чтобы у детей, которые рождались вчера, сегодня и будут рождаться завтра, было бы такое же светлое детство, которое было у нас в Советском Союзе. Как бы нас ни обвиняли, ни пытались эти люди, бригада призрак, это те люди, не без разницы, коммунисты, некоммунисты, монархисты или еще кто-то. У нас есть место всем. Вообще всем. Кроме фашистов. И мы с одинаковым уважением относимся к другим идеям и идеям, если только они направлены на пользу народов. Если они направлены на честную и бескомпромиссную борьбу с той конечной чумой, которая начала вновь охладывать мир. В наших предах есть и монархисты, и староверы, и анархисты. И никто не скажет, что кто-то кого-то ущемел. В мнении, наверное, огромная благодарность гарнизону поселка Донецкий за организацию проведения этого парада. В то же время люди добрые. Знаете, мы воюем здесь за... Бояк на Дебальцеве вы участвовали? Нет, я участвовал в Лисичанске, Новоборовице, Довжанка, Славянск проходил. Везде, где вы участвовали? Везде, да. И вот ощущения ваши после боя? Ну, какое ощущение? Может быть, после боя. Ну, мандраж может быть. Нет, первые минуты боя не боится только дурак, можно сказать. Первые минуты боя всем страшно, а потом привыкаешь, свыкаешься. Можно ли свыкнуться с смертью детей и женщин? Никогда. Сколько я буду жить, я этого никогда не прощу. Ни смерти детей, ни стариков, ни матерей, ни наших родителей. Родители и родители это дедушек, бабушек, которые страдают и по сей день. Это уже с памяти ничем не стереть. Как говорится. Это очень большая потеря, как для нашей Новороссии, и для всех нас. Мы будем всегда их помнить. Злости или ненависти есть к солдатам? Мне злости к ним нету, мне просто их жаль. Жаль их за то, что их посылают как... Как вам объяснить? Как мясо. Они сами, многие не хотят идти сюда. Они сами против этой войны просто их пугают, запугают семьями, тюрмами. И они уже волей не по воле сами идут сюда. У них просто нету выбора. У нас выбор есть, потому что мы за свою землю. Мы на ней выросли, мы на ней живем, и мы будем за нее бороться до последнего. Против фашизма, нацизма, то, что сейчас происходит на Украине. Освободим ли мы наши земли? За вас, за нашу землю, за наш народ погиб уже не один десяток ребят из бригады призрак. Давайте поменем их минуты о молчании. Комбрига бригады призрак Алексея Борисовича Мозгового, который создал эту бригаду, выпистывал ее с нуля. И мы жизни положим для того, чтобы она дальше была, и для того, чтобы над вами было мирное небо. Объявляю минуту молчания в честь погибших бойцов бригады призрак. Людей, которые бы не смотрели на знаменитый фильм «Офицеры», да? И там, когда эпизод на станции, когда эшелоны с ранеными немцы начинают бомбить, выходит человек и говорит, коммунисты вперед, коммунисты за мной. И они организовали оборону, отбили эту танковую атаку, спасли жизни людей. Вот я думаю, наши коммунисты, мы гордимся тем, что именно в нашей бригаде единственный в Новороссии добровольческий коммунистический отряд. И мы гордимся тем, что наши коммунисты настоящие. Это те люди, которые поведут за собой в бой, защитят мирных жителей. Еще раз поздравляю добровольческий коммунистический отряд с годовщиной славы. С первой годовщины. Я тоже помню, когда они приехали, 12 человек, и ПМ отдали мы трофейный, первое вооружение. Остатки, которые находятся под оккупацией. В этом никто не сомневается. Мы просто идею Алексея Борисовича Мозгового, мы с ним это начинали. И его просто сейчас в эти минуты с нами нету, как говорится, Царство Небесное. Но идея всегда его в наших сердцах, и мы никогда от этого не отступим. Что Алексей Борисович задумывал, мы его доведем до конца. Вплоть до ценой своей жизни. Скажите, пожалуйста, праздник 7 ноября, что для вас значит? Для меня он значит этот праздник. Как вам объяснить? Как 9 мая взять? Как 17 число, год революции? И 7-й, то же самое. Это борьба наших трудящихся против олигархов и так далее и тому подобное. Вот для этого, для меня такое значение. С каким чувством? Я сюда с гордостью пришел. Я горжусь, что я живу в Новороссии. И горжусь своими предками, дедами и прадедами, которые в те времена, как и мы, отстаивали. И я думаю, мы их не опозорим и не подведем никогда. Дорогие друзья, бойцы бригады, местные жители, от лица командования бригады, от лица всех друзей, наших друзей в России и в Новороссии, поздравляем вас с нашим народным праздником 7 ноября. Праздником народа и для народа заверяем вас, что мы не сможем оружие, мы не остановимся, пока вся территория... Музыка Меня зовут Юбка Эдуард Викторович, старшина 1-го батальона имени Алексея Мозгового, бригады «Призрак». Позы мной, так и есть старшина. А скажите, пожалуйста, у вас медали за боевые заслуги и еще одна медаль. Это наградные во время боя у вас? Да, это за боевые заслуги я получил, принимал бой на погранной заставе «Довжанка» за спасение девочки и матери. Девочки лет 9 было, ну и мама. Ихний отец, муж их бросил, а мне пришлось под обстрелом их выводить на российскую территорию. То есть вы, скажем так, личный отдел хранителей? Ну да, получается, что-то. А интересуетесь в дальнейшем, общаетесь с ними? Нет, ну просто бой был уже, было не до этого. То, что после возвращения, как я их вывел, был раз. Сколько вы с ранением пробежали? Я никогда не лежу, я всегда напередал. Всегда напередал. Да, я просто в этой бригаде с самого начала, мы с Алексеем Мозговым ее начинали еще с марта месяца я нахожусь с того года, 2014 года, с 5 марта, еще с палаток. Когда еще СБУ не бралось в городе Луганске, мы стояли возле обл. администрации. Нас таких осталось уже в бригаде, на пальцах можно пересчесть. Это Сальков Федорович, Сан Саныч, те, что еще с Луганск.